Собор Воскресенье старый, в Шуй неотъемлемая часть главного храмового комплекса. Но только в отличие от собора нового и колокольни, реставраторы добрались до него впервые. За все время существования храма комплексная реставрация не проводилась здесь ни разу. А между тем датой постройки считается 1756 год. Существовала реальная угроза его разрушения, так как вокруг этого объекта был устроен по периметру водоотводящий лоток. Но вода оттуда не отводилась, вода там застаивалась и, соответственно, разрушался фундамент. И действительно была очень большая угроза обрушения. И те деньги, которые выделены были в этом году на реставрацию, они действительно спасли этот объект. В рамках федеральной программы культуры России на восстановление памятника выделили 32 миллиона рублей. К работам строители приступили в мае и график пока выдерживают. Несмотря на то, что погода то и дело преподносит неприятные сюрпризы. Полностью поменялись тропильную часть храма, кровельные работы практически выполнены. Потом главки, луковицы храмы поменены, покрыты новым железом нитрититана, кресты позолочены. Ход работы на объекте культурного наследия проинспектировала Ирина Эрмиш. Заместитель председателя областного правительства посмотрела, как идет реставрация. За областью закреплены функции надзора и контроля за выполнением работы. Мы подписываем акт выполненных работ, тем самым гарантируя, что работы выполнены качественно. Поэтому, конечно, такой досмотр, дозор за этими объектами достаточно серьезный. Общественный контроль, государственный контроль, он весь присутствует. Остается только надеяться, что подрядчик сегодня выполнит свои работы и обязательства должным образом. Федеральных средств хватит как на реставрацию объекта, так и на то, чтобы приспособить памятник к современному использованию. Проектно предусмотрены даже теплые полы и устройства пандуса. После завершения всех работ, а это и произойдет в октябре, храм откроется для прихожан. Здесь появится купель для крещения.